Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в Смайлэнт 2, рассказ в темноте. Эпизод 12. Преступник все ближе и ближе к тебе. Неужели ты уже видела его лицо? Вместе с друзьями ты побывала в доме топора. Вы вскрыли могилу топора и убедились, что его тело действительно забрала из морга и захоронила мать. Ты нашла потайную комнату, в которой на стене были развешаны фотографии жертв. Ты поняла, что действует не сам топор, а его подражатель. Но среди жертв ты не нашла фотографии Тома, девушки Никиты. А это значит, что самое время продолжить ее поиски. Пойманные в доме Ярик и Муза рассказали вам, что в этом доме часто собираются сектанты, поклонники топора. Получив еще несколько зацепок по делу, вы уехали подальше от этого мрачного захолустья. Но обо всех проблемах ты подумаешь после, потому что Алена разрешила вам организовать прощальную вечеринку в стиле 80-х. Двенадцатый эпизод. Пятница, тринадцатая. Утро началось в больнице. Час назад тебе позвонил Сергей и сообщил, что Вика пошла на поправку. Посещения наконец-то были открыты. Ты вошла в палату. Вика лежала в кровати и читала книгу. Увидев тебя, она заулыбалась. Моя спасительница. Ты отлично выглядишь. Да, отдых и лекарства идут мне на пользу. Никогда не думала, что скажу это. В больнице классно. Я рада, что тебе лучше. А в лагере сегодня вечеринка. Прощальная. Эх, жалко, я не попаду. Ничего, еще наверстаешь. Слушай, ты же не просто так проведать меня пришла, да? Если честно, то да. Я хотела спросить о... Похитителе. Ты запомнила похитителя? Какие-то черты. Я же уже говорила, когда вы с Антоном нашли меня, что это был топор. Но, Вика, это невозможно. Топор мертв. Наверняка это кто-то просто переоделся в похожую одежду. Александра, я уверена, что это был тот самый топор. Странно, что именно ты мне не веришь. Но почему ты так уверена? Потому что это был он. Это ощущение. Когда на меня напали, и я стала защищаться, на секунду я увидела его. Отпусти меня, отпусти! А теперь ты замолчишь. И я потеряла сознание. Он рычал, как дикий зверь, а руки у него были ледяные, как у мертвеца. Нижняя губа Вики задрожала, слезы полились из глаз. Прости, я не хотела будоражить воспоминания. Вика вытерла слезы и натянула улыбку. Все хорошо. Главное, что теперь я в безопасности. Ладно, отдыхай. Извини, что потревожила тебя. Нет-нет, наоборот, спасибо, что пришла и навестила. Ты ободряюще улыбнулась Вике и ушла. В лагере царило оживление. Все смотрели в телефоны и громко смеялись. Увидев тебя, девочки взорвались хохотом. Что случилось? Что за ажиотаж? Ээээ, мы это, немного стали звездами. О чем ты? Аня достала телефон, включила на нем какое-то видео и протянула тебе. Как видите, мы сейчас затаились в доме топора, потому что кто-то пришел сюда. Ой, ударился. Тише ты. Кто здесь? Тссс. Из-за тебя, Ярик, сейчас спалимся. Далее ты увидела, как вы в адской мешанине разбегаетесь кто куда. Сергей падает, как в нелепом анекдоте. Черт, поясницу расшиб. А пистолет? Где мой пистолет? Ты идешь в направлении Ярика и Музы, твое лицо видно в темноте. А-а-а. А я не знала, что они снимают. Даже не видела у них камеры. Ну, а теперь мы немножко звезды. Зачетное падение у этого полицейского. И этот неуклюжий слонище должен был охранять нас от убийцы. Мда. А вы что, реально были в этом доме? Да, реально. Какие вы смелые. Я бы ни за что не пошла туда. Да там не страшно на самом деле, девчонки. Обычный жуткий дом, каких понатыкана в каждом ужастике. Девочки с восхищением посмотрели на вас. Вы с Аней пошли к домику. Вот не ожидала от этих щеглов такой подставы. Нормально же общались, могли и не выкладывать Серегин позор. А ты что думаешь? Что я думаю? Убить бы надо эту Музу. Эй, ты полегче с этим? Дикая женщина. Что за привычка снимать из-под полы? Бесят. Все эти блогеры бесят. Знаешь, пора забираться на вечеринку. Парни уже вовсю украшают танцпол. Ух ты, а наша помощь им не нужна? Сказали, что хотят сделать нам сюрприз. И тут как по заказу пришел Саша. Что, девчонки, готовитесь вовсю? Типа того. Саша держал в руках телефон. Ты что делаешь? Снимаю прямой эфир для сториграма. Не боитесь оставаться в месте, где топор похитил девушку Никиты? Она не жертва топора. И вообще камеру убрал? Ладно, ладно. Саша положил телефон в карман. Сегодня будет жарко. Имейте в виду, королеву лагеря мы тоже будем выбирать. Так что уж постарайтесь. На кону щедрый приз, который можно будет потратить вместе со своим возлюбленным. И подмигнув тебе, Саша ушел. Королева Бала? Хм, а я бы не прочь ею стать. Весь день ты собирала вещи для грядущего отъезда. Позже ты нашла Никиту, чтобы рассказать о находках в доме топора. Он явно воспрял духом, узнав, что фотографии Тома не было на той адской стене. Но стало время собираться на вечеринку. Чтобы стать королевой лагеря, нужен шикарный наряд. Но если у нас стиль 80-х, то он должен быть соответствующий. Абы что не подойдет. Тем более приз бы не помешал. Особенно если это что-то романтичное на двоих. Звезда аэробики. В этом наряде ты точно победишь. К такому образу нужна подходящая прическа. О боже. Ну давайте. Вот так точно лучше. Одеться так. Очень смело. Немного покрутившись перед зеркалом, ты пошла на вечеринку. Ребята и правда постарались на славу. Были созданы все необходимые атрибуты чумовой вечеринки. Глаза слепил дискотечный шар. За диджейским пультом Саша переключал треки из молодости твоей мамы. Гости были в стилизованных костюмах. Какой кайф. Ээээ, кажется я что-то немного попутал. Сергей, ты что нацепил? У нас вечеринка в стиле восьмидесятых. А мне послышалось, что в восемнадцатых. Ну я и подумал про рыцарей и принцесс. Это провал. Сжалюсь и не стану высмеивать. Ладно, убогий, я даже шутить не буду. Пойду налью себе пунша. Ты взяла стаканчик с напитком и осмотрелась. На танцполе ты заметила Аню и Пашу. Подруга прижималась к нему всем телом и расплывалась в улыбке. Хорошо, что я тогда пресекла спор. Вон Аня какая счастливая. Твое внимание привлек еще кое-кто. Привет. О, наконец-то ты радостный. Неужели? Еще бы, Тома жива. И это не может не радовать. Никита явно был настроен на разговор. Вдруг известная диско-песня закончилась, и ты услышала звуки не менее знакомой медленной композиции. В этот же момент тебя тронули за локоть. Привет. Антон? Черт, тебя не узнать. Я искренне старался войти в образ. Потанцуем? Глаза Антона залучились каким-то странным блеском. Я подумал, что мы никогда не были с тобой на свидании, не танцевали и даже толком не гуляли. И сейчас лучший момент, чтобы это исправить. Антон протянул тебе руку, приглашая на танец. Время свидания? Нет. Антон, мне нужно поговорить с Никитой. Оу. Да нет, нет, иди. Веселись. Но ты не успела пойти, потому что... Опять ты трешься около нее. Мгновение, и Антона отбросила в сторону. Антон, ты что творишь? Смеешься? Этот психованный рядом с тобой? Если бы я знал, что ты так близко общаешься с этим товарищем из психушки, я бы давно утащил тебя за руку отсюда. Аккуратнее, злой рыцарь на дороге. Ты мне папочка, что ли? Не тебе решать, с кем мне общаться. Александр, не нужно меня защищать. Сергей, то есть рыцарь, у тебя какие-то проблемы? Ты моя проблема. Сергей принял воинственный вид и вытащил бутафорский меч из ножен. Он наставил его на Антона и произнес. Твоя голова сейчас полетит с плеч. Это мы еще посмотрим. И они начали лупасить друг друга. Смешались в кучу кони люди. О, господи, драка. Кто-то бьет няшку Антона? Срочно разнимите их. До тебя долетели обрывки ссоры. Я люблю ее, а ты просто видишь в ней свою собственность. Это я ее люблю, а ты псих. Тут же подбежали Саша и Никита. Вы меня извините, но я к ним не полезу. Трус. Шляпа Антона и ножны Сергея одновременно улетели куда-то в кусты. Сергей с силом отодрал ему ус, и Антон взвыл. Секунда, и Антон распластался на полу, а Сергей занес над ним кулак. Но Антон был не промах и уже приготовился выписать ответный удар. Александр, ну как бы я изначально. Ты быстро подбежала к Сергею и загородила его собой. Прекрати, Антон, не бей его. Александр, ну я же... Просто не трогай его и все. Антон поднялся с пола и отряхнул костюм. Ты злобно посмотрела на Сергея. Зачем ты устроил детский сад с дракой? Ну я... Так, друзья, мы отвлеклись от самого главного. Пора выбрать королеву Бала. А он мастер сглаживать, после вкуса конфликтов. У вас есть 15 минут, чтобы подойти ко мне и назвать имя самой красивой девушки сегодняшнего вечера. Я жду. Снова загрохотала музыка. Спорим, я выиграю? Я этот лук искала вчера полдня. Привет. Эльвира, ты что тут делаешь? Вы вчера говорили про вечеринку, и я решила зайти. Без приглашения, значит. Вообще-то про вечеринку мы узнали после того, как отвезли тебя домой. Но Эльвира только отмахнулась от вас. Кажется, я пропустила что-то важное. Все в таком ажиотаже? Ты не удостоила Эльвиру ответа. Прошло еще несколько песен, и наконец Саша подсчитал итоги голосования. Итак, я готов объявить королеву лагеря Голубое озеро. Александра. Все дружно зааплодировали. Реально, самый шикарный наряд. Ты подошла к Саше, и он протянул тебе сертификат. Ты потрясающе выглядишь, Александра. Спасибо. Надеюсь, ты без труда выберешь, с кем разделить романтический ужин в ресторане. Благодаря наряду ты стала королевой лагеря и поедешь на свидание со своим возлюбленным. Поздравляю, подружка. Ты это заслужила. Ага. Зашибенный костюм, прям как с обложки журнала 80-х. Вы с девочками танцевали и попивали пунш. Но на душе все еще скребли кошки из-за драки. Во время танца твое внимание привлекла одна вещь. Эльвира, которая до этого момента стояла в сторонке, вдруг посмотрела в телефон и ушла куда-то. Странная она. Пришла на вечеринку не пойми как. Какие-то дела у нее. Нужно бы за ней проследить. Ты пошла вслед за ней, прячась за деревьями. Так вы дошли до костра. Кто-то разжег огонь и стоял скрытый языками пламени. Пора узнать, как повлияли на персонажей выборы, которые вы делали до этого. Эльвира подошла к силуэту, видневшемуся в темноте, и смачно поцеловала его. Ты подошла поближе и увидела, что силуэт на самом деле крайне знакомый тебе человек. Саша? Здравствуй, милая. Саша? Он крутит с Эльвирой? Так вот, что она делает на вечеринке на самом деле. А я-то думала, он ко мне неровно дышит. В это время Саша и Эльвира стали страстно целоваться. Для моих глаз это явно не предназначается. Выйду и покажусь. Ты шагнула из кустов. Так, что это тут у нас? Александра? Что ты тут делаешь? К тебе тот же вопрос. Я, эээ... Мы встречаемся. И как же так получилось? Ну, в тот вечер, когда мы планировали вылазку в дом топора, она подписалась на меня в сториграме. И как-то закрутилась, завертелась. Закрутилась, завертелась, значит? Если бы вы уделяли Саше больше внимания, он мог бы поступить иначе. Порадуюсь за него. Саша, это здорово. Что? Я давно хотела, чтобы ты нашел себе девушку. А то Аня с Пашей. Я тоже не оставалась без внимания. А ты как-то сам по себе. Здорово, что ты наконец-то нашел любовь. Эээ... Спасибо, Александра. Улыбнувшись Саше, ты ушла, оставив Голубков дальше предаваться утехам. Ты шла по лесу, возвращаясь к танцполу. Александра? Ты остановилась, как вкопанная. Кто это? Александра? Ты всмотрелась в темноту. Оттуда начал выплывать белый силуэт. Ты должна знать. Он близко. Кажется, Голос хочет мне что-то сказать. Кто он? И кто близко? Неужели кто-то готов раскрыть мне тайну лагеря? Тварь я дрожащая? Или не боюсь голосов? Пойти на Голос. Ты решительно шагнула в темноту. Голос все приближался и приближался. Наконец ты снова увидела силуэт, но уже приобретшей черты. О боже, Артур? Александра? Что с тобой стало? Я не могу уйти, пока остальные в опасности. Хочу предупредить. О чем? Ты знаешь, что творится в лагере? Он вернулся. Я видел его. Топор? Призрак замолк. Но почему ты здесь? Я видела твое тело, знаю, как он убил тебя. Я не могу уйти. Не хочу позволить этому продолжиться. В ночь моей смерти я видел истинное зло, жестокое и беспощадное. Призраков никто не видит, кроме тебя. Поэтому я пришел к тебе. Кто-то должен остановить его, не дать убивать дальше. В этом лесу и так много смертей. Я покажу тебе. Артур коснулся тебя ледяными пальцами. Тебя пробрала дрожь. Смотри. Ты оглянулась. И сразу почувствовала, как страх сковал все твое нутро. Повсюду, на земле, ветках, траве была красная субстанция. Тебе не нужно было разглядывать ее, чтобы понять, что это. Ты тоже его цель. Не позволь ему поймать тебя. Но сначала он убьет кого-то другого. Он наверняка уже выбрал жертву. Вдруг Артур замер. Поздно. Он вышел на охоту. Ты уже ничего не сможешь сделать. Артур исчез, будто его и не было. Артур? За спиной ты услышала шаги. Артур, что ты? А, прям так, да? Ты замерла, не в силах поверить в происходящее. Топор собственной персоной надвигался на тебя, размахивая орудием убийства. Неожиданно для самой себя ты не чувствовала страха. Наоборот, ты была готова защищаться. Я победила демона. Неужели не справлюсь с этим? Будто в ответ на твои мысли топор бросился к тебе. Ты инстинктивно нагнулась и удар его оружия рассек в воздух. Ты почувствовала прилив адреналина и накинулась на маньяка. Одним ударом ты вышибла у него топор из руки. На секунду в голове мелькнула мысль, что это далось тебе слишком просто. Но ты тут же отогнала ее. Топор явно был обескуражен, но быстро поднял свое роковое орудие и кинулся на тебя с утробным рыком. И тут же упал навзничь. Александра, ты цела? Никита стоял с большим поленом в руках. Да. Топор лежал на земле, до вас доносился его стон. Кто это? Не знаю. Давай снимем маску и выясним. Ты села перед топором на корточке и дотронулась до маски. Ты только успела сдвинуть ее совсем слегка, как маньяк с новой силой набросился на тебя. Александра! Ты схватила топора за шею, пытаясь оттолкнуть от себя. Руки нащупали что-то. И в этот момент маньяк дернулся с места и убежал. Никита бросился за ним. В твоих руках осталась цепочка, сорванная с шеи топора. Рассмотреть. Не догнал. Никита запыхался. Он как-то мгновенно скрылся. Боже мой. Что? Это цепочка Томы. Ты уверен? Я сорвала ее с шеи топора. Да, я дарил ее на годовщину. Здесь еще должно быть кольцо. Оно было ей великое, она нацепила его как кулон. Но откуда у топора вещь твоей девушки? Не знаю. Давай вернемся в лагерь, а там все обсудим. И надо быть побыстрее. Бегом вы вернулись к месту проведения вечеринки. Александра, Никита, что случилось? Вы такие взъерошенные и напуганные. Там, там в лесу топор. Что? Если это шутка, то очень плохая. Это не шутка, я тоже его видел. Видимо, ваши лица оказались убедительнее любых слов. Так, нужно срочно собираться и текать отсюда. Согласна, пакуем вещи, ребята, и бегом из этого лагеря. Надо только всех собрать, чтобы убедиться в целости и сохранности каждого. Погрузимся в мою машину. Плюс Сергей приехал на полицейской. У меня мотоцикл, могу взять кого-то одного с собой. Отлично, разместимся. Быстро, ребят, 15 минут на сбор и валим. Не успели вы и дернуться, как послышался истошный вопль. Всей толпой вы сразу же побежали на крик. Вы прибежали к домику вожатых. Ты распахнула дверь и увидела нечто жуткое. Аня заглянула через твое плечо. О, боже! На полу лежала Милена. Вокруг нее разлилась большая красная лужа. По всей комнате были брызги. Но испугала тебя не только это. Над распростертым телом Милены стоял Антон. Александра, она мертва. Антон пристально смотрел на тебя, сжимая в руке топор. Да. Во-первых, я думаю, что Антон к этому никак не причастен. А во-вторых, там точно действует не один топор. Там целая группа его почитателей. Сколько их там было? Человек десять, да, вроде бы? И Том окажется среди них. Не хочется в это верить, но кажется так и есть. Ребят, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok